всем привет с вами дмитрий русул в этом видео хотел бы поговорить о том как работать с гейт плагинами в чем их основная суть и основные параметры управления потому что часто возникают такие вопросы я буду показывать на примере гейт вообще очень много есть также встроенный в лоджик неплохой гейт и в каждой секенсере есть но я покажу на примере гейта от фаб фильтр он такой очень такой интуитивно понятный и здесь все органы управления в принципе как и у любых других гейтов я рассмотрю на примере бочки и возможно еще с нейра попробуем идея какая гейт вообще предназначен для того чтобы ну скажем так вычленять какие-то нужные звуки и избавляться от каких-то шумов и фоновых звуков но в первую очередь это конечно актуально для барабанов для мультиканальных потому что как правило в микрофон и просачиваются чуть-чуть звуки других барабанов и это мешает полноценной обработки сигнала потому что когда мы хотим очень сильно накачать бочку или например отправить и на коне дисторшен то на дисторшен также отправляются вот эти фоновые шумы и потом когда это все смешается с реальными дорожками этих партий то есть например вот здесь даже вот видно по волнам чуть-чуть в дорожке с бочкой просочились вот удары по снэйру и тут явно слышен еще хэд и когда вот это все обработанное смешается с реальными дорожками снэйра и хэта то потом будет такая каша какие-то фазовые проблемы то есть все это не очень хорошо и в целом это немножко начинает вредить миксу поэтому таких случаях лучше использовать сперва гейты а потом уже какие-то такие вот достаточно экстремальные обработки ну и вообще тогда гораздо проще сделать более чистый микс поэтому гейт он такой что-то типа ножниц которые работают в реальном времени то есть конечно можно было бы заморочиться и там вырезать все вот эти шумы и обрезать их сделать какие-то фейды оставить только одни удары бочек но это все очень долго это муторно это сложно это не всегда как-то очень качественно хорошо звучит то есть это надо прям очень много времени потратить и вместо этого собственно придумали гейт плагины которые могут это сделать в реальном времени анализируя входящий сигнал и устраняя все ненужное стандартный гейт состоит самый главный из порога срабатывания то есть тот порог выше которого пропускается сигнал то есть все что ниже порога у нас просто выключен то есть как мьют стоит и только когда сигнал про переходит установленный порог у нас как бы звук опять запускается именно в связи с этим у нас очень полезно вот эта функция look ahead то есть она дает скажем такую небольшую задержку вносит когда мы воспроизводим проект и у плагина гейта есть вот в данном случае 5 миллисекунд чтобы заглянуть вперед и понять что сейчас произойдет бочка то есть он как бы смотрит сигнал чуть впереди а мы слышим уже его действие более правильно потому что когда возникает молниеносный всплеск гейт уже за 5 миллисекунд к нему готов то есть где-то вот здесь уже начинает отпускать гейт чтобы бочка прозвучала а потом опять закрывает таким образом функции look ahead она очень полезна но она вносит задержку то есть надо понимать далее у нас атака то есть как быстро открывается гейт ну я тут советую ставить максимальное время можно прям чуть-чуть там оставить какие-то микросекунды чтобы просто ну не был прям такой щелчок такой от открытия но принципе таких мелких значений достаточно и следующее это у нас важный очень параметр это релиз и параметр hold то есть hold он нас как бы оставляет открытым гейт на какое-то количество времени то есть как бы у вас открылся гейт ну как ворота собственно если дословно переводить открылись они какое-то время ждут даже не смотря то что там какие-то уже шумы начинаются какие-то звуки второстепенные они открыты и только потом срабатывать стадии релиз который тоже занимает какое-то время то есть мы представим такое движение как бы а так это вверх то есть открылись ворота дальше они держатся держи открытыми а потом плавно опускается вниз в эта плавность как они опускаются зависит от времени релизы или с, может быть, молниеносным то есть они поднялись ворота и тут же прям опустились может быть очень плавным то есть там поднялись и медленно-медленно опускаются и ты еще успевать что-то услышать из каких-то там уже шумовых шумовых звуков это все настраивается на слух нет никаких там каких-то четких параметров что столько должно быть релиз столько должен быть холод и расскажу что он такой инструмент как бочка у нее такой явный длинный хвост и если вы поставите быстрый релиз и там быстрый холд то у вас просто прозвучит челчок а вот этот хвост бочки басовым просто обрежется он просто исчезнет и бочка станет очень тонкой но давайте собственно уже все это сейчас послушаем на практике я сейчас зациклюсь какой-то момент фрагмент бета то есть очень отчетливо слышно на заднем плане звук с нейра хотя опять же должен сказать что это очень хороший мультитрек здесь прямо они сведены к минимуму бывают условия бывают мультитреки который мне присылает записаны в таких условиях что там вот эти шумовые звуки гораздо громче чем здесь поэтому конечно там гейт еще более нужен но я здесь равно предпочитает все отфильтровать вот так звучит без гейта сейчас звучит вот так с гейтом то есть то о чем я говорил у нас прям проходит самые кончики вот этих вот транзиентов гейт чуть открывается и быстро закрывается по что у нас стоит быстрый релиз нет никакого практически холода поэтому звучит конечно бочку очень сейчас тонко быстро коротко и она конечно в миксе будет звучать ну абсолютно невесомо поэтому наша вариант либо чуть опустить трэш олт чтобы гейт ворот вот эти закрывались чуть позже но тогда вот вероятно что начнет вот это дребезжание от этого хвоста бочечного вообще гейт я советую настраивать по уровню вот этих шумов и сделать его чуть выше то есть сейчас я зациклю здесь место где прямо слышны эти шумы вот я настроил так уровень что у меня все кабан оказывается ниже то есть все вот эти шумы оказывается ниже моего порога и таким образом уже в принципе сейчас будет гейт работать абсолютно правильно то есть он не воспринимает вот эти фоновые звуки он бы сейчас воспринимать только бочку но теперь нам нужно поработать с холдом и с релизом чтобы не было этого дребезжания от резонанса бочки поэтому первое что я делаю это я чуть увеличиваю холд ну где-то на миллисекунд 20 я думаю будет достаточно и чтобы не было вот такого вот таких щелчков я еще увеличиваю релиз потому что звук низкочастотные ему нужно время чтобы прозвучать поэтому чуть увеличу чтобы не было такого вот щелчка от закрытия ворот вот я нашел положение ручки релиз когда у нас вот от первых ударов нет вот этих вот дребезжание щелчков то есть таким образом мы отфильтровали бочку у нас не слышно вот ничего в промежутках между ударами бочек неких с нейров не хитов то есть мы в принципе добились своего сейчас давайте послушаем без из и если кажется что хвост коротковат то есть хочется сделать все равно по длине можно еще попробовать чуть релиз увеличить что бочка не было прям такой уж короткой но все равно за остальными треками за оверхедами за рум микрофонами все равно этот вот эта нехватка хвоста на чуть скроется поэтому это не так критично но наша бочка хотя просто успела то свою массивность показать что еще здесь можно на что воздействовать есть параметр range это насколько у нас децибел срезается все что ниже порога то есть мы можем сделать король очень такой маленький range здесь мы увидим что у нас громкость свет этих шумов просто чуть-чуть опустится на 8 децибел то есть они не исчезнут полностью они просто станут тише то есть мы продолжаем слышать но тише чем они были изначально но если поставить на максимум то у нас такое полное полное скажем так уничтожение но это же касается соотношения то есть у нас все просто убирается максимально и и далее мы можем еще настроить вот это колено называется не это как бы мягкость вот этого обрезания гейта то есть у нас в гейт может громкость прям сразу срезать то есть как только ворота закрылись все сразу срезалась а у нас может еще как бы плавно это угасание громкости шумов происходить для этого мы можем сделать вот такую плавную кривую то есть с максимальным таким коленом у нас даже некоторые шумы чуть еще успевают пройти поэтому можно где-то так чуть-чуть там сделать давайте выключим вот так бочка стала более сфокусированной и мы избавились от шумов кстати также гейт можно применять именно чтобы избавиться от такого длинного хвоста бывают некоторые треки в которых наоборот более быстрый темп и бочка должна быть очень такая короткая четкая но на студии она была записана почему-то на таком очень расслабленном пластике он очень долго резонировал очень долго гудел и все это превращается в кашу это мешает бас-гитаре поэтому наоборот более быстрые настройки релиза и холда помогут от вот этого хвоста избавиться оставить только саму атаку то есть гейт может использоваться не только как технический инструмент чтобы убрать какие-то шумы но и так же как скажем так художественный инструмент ну в принципе все это самые основные настройки также у некоторых гейтов есть еще режим сайдчейна это бывает очень полезно когда у вас очень много шумов например то есть у вас например уровень снейра который попал в бочку примерно на том же уровне что и бочка или может быть чуть тише но гейт толком не срабатывает тогда вы можете включить сайдчейн и сделать фокус на какую частоту например в бочке явно есть своя основная частота и она гораздо ниже чем частота с нейра то есть в данном случае у нас будет гейт работать не на весь частотный диапазон а только на этот фокусный то есть я могу поставить фокус а там не знаю от 10 герц до например 60 герц то есть там где у меня возникает в основной тон бочки и как им бы громким с нейр бы не был который у нас гораздо выше имеет свою частоту чем бочка как бы громко он не играл гейт на него открываться не будет потому что он гейт слушает только звук который происходит нас в этом диапазоне и это как только в этом диапазоне у нас какой-то всплеск громкости происходит выше порога только тогда он открывается то есть все очень просто очень полезно в некоторых случаях работать но это в основном конечно работает в первую очередь с низкочастотными инструментами потому что выше по спектру там уже все очень явно смешивается и там сложно вычленить например head из снэйра звук снэйра потому что у них там вот по верхам спектр примерно близкий поэтому тут конечно это больше работает именно для низких звуков поэтому тоже такой полезный полезный эффект здесь также даже можно еще и сделать подмешивание в драй то есть смешать гейтированный сигнал с негейтированным но это уже такие нюансы которые редко когда где нужны но просто полезно об этом знать и в принципе вот эти все настройки которые мы рассмотрели есть практически в любом гейте который есть там либо в секвенсорах встроенные либо от любых других фирм производителей поэтому мы вот я взял за обзор именно этот потому что в нем представлены все настройки но и потому что я им сам часто пользуюсь ну что ж я думаю что вопросов не осталось по обязательно поэкспериментируйте с гейтом если у вас есть какие-то такие мульти треки где есть шумы очень полезная вещь также это полезно конечно какой-нибудь фон отфильтровать например у вас есть вокал в котором сзади какой-то есть шум может быть такой низкий шум улицы можно его также отфильтровать если он не очень громкий конечно но просто где-то присутствует его можно отфильтровать и обязательно это делать самом начале то есть обязательно это делать до компрессии до каких-то эквалайзеров так далее потому что потом это все только усилится поэтому нужно обязательно это учитывать ну что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем пока